Халю лойте, в смысле привет народ. Действительно сурово. Многое мы представляем себе иначе, чем оно есть на самом деле. Вот один мой знакомый в студенчестве попал в цех по производству томатного сока. От увиденного там он отшел только через пару дней. Проблевался, но выжил. А вот томатный сок не пил больше всю жизнь. И дохлые крысы были не самым страшным из увиденного там. Мне очень жаль разбивать ваше представление о работе динамиков, но сегодня я вам покажу работу реального твитера под лучом лазера на анализаторе Клиппель. Для этой цели я покажу вам реальную отсканированную работу довольно дорогого купольного твитера. Скажем 300 долларов стоит одна штучка, не буду называть марку, для того чтобы не навредить никому из участников этого эксперимента. Итак, на частоте 1 кГц, вот частота, вот здесь она более точно отображается, с расстояния 1 метр. Работа купола, сканированного лучом лазера, каждая из многочисленного множества этих точек, показана здесь. Включаю анимацию и мы видим, как на частоте 1 кГц, при некоторой интенсивности сигнала, амплитуду можно здесь управлять. Движется купол. Тут можно посмотреть в разрезе. Мы видим, что все части купола, поверхности купола движутся одновременно, создавая при этом равномерное звуковое поле на довольно значительное расстояние. Видимо, он бьет, можно это изменять, но нам сейчас это не важно. В разные точки можно посмотреть дисплейсмент, то есть смещение купола мы видим в разных точках. Ну анимация более наглядно нам это показывает, можно всячески это все смотреть под разными углами, но это не меняет суть вопроса. Давайте оставим, как было примерно. Итак, 1 кГц. Это, понятно, не рабочий диапазон твиттера, однако это надо для демонстрации понимания, как это все устроено, как это все работает. Вот давайте 2 кГц возьмем, вот частота 2 кГц, вы видите движение купола похоже, но по цвету уже есть некоторое различие, причем я могу по фазе смотреть, могу по амплитуде, но пока еще более-менее все ровно. Могу общепроизводные какие-то выбирать, но смотрим пока все вибрации, все перемещения. Кросс-секция тоже показывает одновременное движение, хотя мы видим некоторые нелинейности уже вот в этом, например, месте. Но неважно, это понятно, что еще ласточки, это только начало работы твиттера, а на самом деле оно с 3 кГц начинается. И здесь уже купол работает не как единое целое, не как единая поверхность. Он уже начинает волноваться, причем разные его части начинают волноваться по-разному. Вот частота 3 кГц, что можно сделать, можно сглаживание поставить, но оно ничего не добавит, оно просто для понимания тут какое-то корректное стоит, весьма и хорошо. Также амплитуда, ну конечно я могу уменьшить амплитуду, ну будет меньше искажений, скажем, купола, но при этом меньше интенсивность сигнала, она же интересует какая-то практическая интенсивность. Поэтому сделаем как было, еще раз по умолчанию, по дефолту все здесь так включается. Что можно сказать для конструктора, чем полезен этот скан, этот потрясающий скан, который стоит кучу денег, по крайней мере с помощью оборудования клипелей, который позволяет, ну например конструктор увидел вот этот рисунок, он уже понимает, что вот в этом месте купол необходимо доработать, усилить жесткость этого купола. Вы понимаете? Вот тут видны прямо центры, ну а это зависит от частоты и от углов наблюдения, ну а частоты в первую очередь зависит от этой картины, такое себе интерферационное поле будет появляться со сменой частоты. Вот если ее там увеличить, я не знаю, там 600 сделать, то картинка изменится, видите, и здесь тоже изменится. Вот, например, 3600, вы видите, как уже работает купол. Ну, это, наверное, сильное, это, как сказать, утрированное изображение, то есть это абсолютно точное изображение, в миллиметрах тут можно все считать. Ну хорошо, большой сигнал, давайте сделаем меньше. Ну тут просто уменьшится наглядность этой всей штуки и все, больше ничего. Ну вот вы видите, что на частоте 3,6 кГц купольный твиттер ведет себя вот так. Вот на частоте сколько там? Где там сколько? 5 кГц. 5 кГц купол работает вот таким вот образом. Ну еще раз, давайте я усилю. Это, понятно, приведет к искажениям, но, кстати, эти искажения скорее будут носить некий фазовый характер. То есть на, скажем, число гармонических искажений это и произведет какой-то эффект, но не столь заметный, как на фазе. Вот по фазе вы видите искажения очевидные здесь. Далее, можем посмотреть на частоте, грубо 7 кГц. 8 кГц. 9 кГц. 10 кГц. И это все к тому, что вот такая поверхность, она создает, ну, во-первых, звуковое поле меньше интенсивности, чем создавал бы идеальный ровный купол, как это было в начале наших наблюдений. Но, во-вторых, конечно, с искажениями, в-третьих, с фазовыми, с фазовыми соответствиями, допустим. И это ужасно. Вот так вот выглядит сразу радиальный анализ. Ну и вот 10 кГц, если взять, посмотреть, то вот и такая характеристика. 15 кГц. Нет, это 20 кГц. 20 кГц. И так, то есть можно писать хоть 150 кГц для этого твиттера, но при этом работой это назвать можно очень тяжело. То есть, другими словами, то, за что платятся довольно серьезные деньги, на самом деле представляет собой рзац на удачу. То есть, ну, какая-то поверхность все-таки движется и создает звуковое поле. И, разумеется, что это поле слышно как звук, как высокочастотный звук, чем мы, собственно, и наслаждаемся. Но вы видите, что до реальности, до реального колокольчика, назовем это так, ну, для понимания, просто это очень далеко. Ну, то есть, колокольчик так. Колокольчик, кстати, вибрирует, будь здоров. Но при этом он создает аутентичный звук, который мы узнаем именно по вот этим искажениям. А вот твиттер должен передать звучание того колокольчика, уже искаженное определенным образом, но абсолютно так, как колокольчик это делает. А этот твиттер этого не сделает, он сделает это криво довольно. Что еще здесь можно показать? Ну, по ускорению диаграммы, это АЧХ, кстати, вы можете видеть АЧХ. Она, в принципе, вот так вот и выглядит, то есть, сглаженная, разумеется, ну, можно там сглаживание убрать или добавить. То есть, сейчас не так важно, допустим. Это многого не добавит. Ну, вот такая вот история с купольными твиттерами. Но я вам могу показать еще один фокус. Дайте-ка я тут найду. Как выглядят дефекты. Как выглядят дефекты купольных, в частности, твиттеров. Просто у меня есть такой здесь один. Поэтому файл, записанный с вмятым твиттером, знаете, получается такой квадратик, получается, когда вминается купольный твиттер. И потом его вынули. Внешне вообще никак не видно. То есть, он выглядит как новенький. Но при этом деформации остались в теле ткани или из чего он там сделан. Это, кстати, да, тканевый, видимо, твиттер. Но он очень дорогой. Еще раз не буду повторять, не буду называть его название. Это не так важно. Они все такие. И это один из лучших, ко всему прочему. Так вот, выпрямили, а мы его вот сканировали. И я вам сейчас покажу, как это отображается под лучом лазера. Еще раз. Вот анимация. Я включаю. Это акселерация не надо. SPL. Вот SPL. Это вот твиттер. Она ничем не отличается от оригинального, того, который был вначале. Хороший, качественный. Вот. Давайте по частотам пройдемся. Видите, появились четыре точки. Ну, здесь не так появились. Здесь тем более не так появились. Четыре точки. Вот давайте за ними последим. А вот и они. Четыре точки. Вот так нам будет лучше видно. Вот на частоте 4 кГц эти точки. Ну, скажем, прямо на картине всего бедлама, который происходит сейчас на поверхности вот этого твиттера, эти четыре точки как бы ни о чем. Но они очевидно системны. Они появляются в одних и тех же местах с периодичностью одной и той же. То есть какая-то волна, видите, бежит по поверхности твиттера, и вот они ее отрабатывают. Вот больше килогерц. Там 5,6, не важно. Ну, тут они как бы сливаются. Но любопытно просто было то, что их, оказывается, можно вот так вот взять и отследить на скане. Ну, здесь хотя бы меньше. Что-то мне помнится, я так смотрел. У меня был какой-то ракурс, там, где они были совершенно очевидно видны. Ну, здесь видны. То есть видны немного где, но просто к тому, что любой дефект не остается безнаказанным. То есть любой дефект ведет так или иначе к потере каких-то свойств, не знаю. Ну, очевидно, что этот твиттер, ну, теоретически, по крайней мере, будет отличаться и его звучание, в первую очередь, от твиттера немятого, так скажем. Вот такие вот дела, друзья мои. То есть это я вас проинформировал. Далее выводы делайте сами. Можем об этом поговорить еще. Но это не значит, что надо на все забить и больше не улучшать ваше аудиооборудование. Вовсе нет. Я просто пытаюсь донести до вас то, что поможет приблизиться к реальности в этом творческом, полезном и очень красивом хобби. Для вас хобби. А для меня это монотонный, повседневный, тяжелый труд. Что-то сказал, сам не понял, что. В общем, ауфито заин, друзья. До новых встреч.